Мудрость человеческая Именно для школьников, для старшеклассников. И на самом деле я хотела говорить не столько о творчестве Миши, потому что о нем сложно говорить, вот скажем, для школьников, для неподготовленной аудитории, потому что все это еще требует осмысления, это требует определенной подготовки, это требует определенной насмотра всей, просто так взять и посадить детей, по сути, или начать им втирать, почему это шедевр, да, что вот одна нога короче, другое и прочее, это очень сложно, перед этим нужно провести целый, такой целенаправленный, мощный обучающий процесс. Вот, поэтому мне хотелось, пользуясь картинами Брусиловского, поговорить немножко о других вещах, рассказать им библейские истории. Потому что для... Библия это книга книг. Вот как не относиться к этому, это все равно книга книг. Это большой свод прекрасных художественных, исторических, нравственных, поэтических текстов. И мне кажется, что школьникам было бы очень полезно знакомиться с этими текстами. Не в контексте религиозности, а именно в контексте какого-то вот художественного наследия. Вот, и поэтому я хотела им рассказать, пользуясь картинами, я хотела рассказать им, что за этим стоит. А стоят, ну, эти обычные человеческие истории, которые могли бы случиться в настоящее время, и, по сути дела, они происходят в такое время. Вообще, в чем феномен библейской темы Брусиловского? Надо понимать, что Брусиловский шестидесятник. Надо понимать, что вот основная его такая вот мощная работа, как живописца, она пришлась на, наверное, самый застойный период в истории, в нашей истории. Это 70-е, 80-е годы Советского Союза, когда художник мог что-то делать, будучи только лишь исключительно членом Союза художников, и получать работу через Союз художников, и продавать свои картины через Союз художников. И Союз художников утверждал темы, запрещал или разрешал, в общем, любил или ненавидел, и так далее, и так далее. Естественно, вижу, что люди все понимают, о чем я говорю, все в это время жили. Естественно, никаких шансов не продать эти картины, не высадить Брусиловского не было. Это не Беласки. Это не Рафаэль, который только давай быстрее, уже все подготовлено куда повесить. То есть, в этом такой был парадокс. Для чего рисуем, если понятно, что это мало того, что никуда не идите, а еще и можно получить приличный зарядок. Тем не менее, Брусиловский это как-то не писал. Их очень много. На самом деле, я попыталась хотя бы оценить, вот вообще, о каком количестве 200 работ мы можем говорить. Невозможно. Мы вместе с Сергеем Зоевым, значит, объединили свои усилия. Вот вы представляете, невероятно, просто невозможно понять, сколько вообще этих работ существует. Вообще, Брусиловскому сложно понять, какое количество его работ существует в мире. Он, как любой профессионал высокого уровня, работал достаточно быстро и работал очень много. И однажды, когда его попытались как-то упрекнуть, что, Миша, вот ты как-то так распряешься свои работы, вот они где-то все расходятся, и никакого, в общем-то, учета и записи ничего не ведется. Что Брусиловский ответил? Если я буду сейчас как-то учитывать свои работы, так это я буду бухгалтер, а не художник. И, в общем, наверное, в этом есть своя доля истины, потому что художник выполнил свою виссию, а вот уже кто придет потом, разнообразные искусствоведы, разнообразные заинтересованные люди, уже создадут вот всю эту, весь этот храм, они построят и разберутся, сколько было все-таки таких работ. Но пришли к такому выводу, что известно пока нам самая ранняя работа, это 76-й год, библейская работа. Она есть вот в этой вот монографии. То есть Брусиловскому было уже 45 лет. Это уже достаточно зрелый человек, у которого за спиной уже и венецианское биеннале, и годы опалы, когда его, значит, не признавали, еще не мывали здесь. То есть это уже такой достаточно созревший человек, который начинает писать библейские картины. Но, скажем, оценивая, что же все-таки говорят искусствоведы и люди, причастные к творчеству Брусиловского, по поводу того, что вообще, почему возникает библейская схема в творчестве художника, в том числе, включая Ивдария Михайловича, все, на удивление, единодушные. Вот я могу даже прямо зачитать статус Волобича. Делал он это не для того, чтобы развенчать классические сюжеты, а для того, чтобы устаревшие, по мнению многих, сюжетов, в частности, библейские, стали очень важными в современной жизни, даже в контекст современной культурной жизни на законных основаниях. Потому что мудрость человеческая заключена в библейских сюжетах. Помимо этого никто и никогда не пройдет. То есть, по сути дела, все, кто говорил о библейских сюжетах, говорили практически одно и то же, что обращение Брусиловского к этим темам – это попытка ввести библейские сюжеты в контекст современной жизни. Единственный, кто сказал совсем другое, это Леша Рыжков. И Леша молодец. Леша был мальчиком, он рос при Мишишаевиче, и он как губка впитал, причем не просто вот он смотрел и запоминал, он задавал свои вопросы, он очень трепетно это все воспринимал и сохранил не только такую информационную составляющую, но и какую-то вот очень трепетную душевную составляющую. Леша сказал, он говорит, нет. Брусиловский создавал эти картины, потому что так он ощущал себя на одной волне с великими живописцами, которые существовали во все времена. Он ощущал себя, что сейчас он вот стоит на одной площадке с великими там Микеланджелой, с Арфавелем и так далее, и так далее. На самом деле, конечно, я думаю, что правы все. Наверное, невозможно использовать сюжет, если он тебя никак не трогает. И потом почему-то ведь из многих сюжетов Брусиловский все-таки раз за разом возвращался к одним и тем же. То есть если посмотреть, сколько сюжета вообще он использует, это ограниченное количество сюжетов, и на каждый сюжет существует целый пласт работы. И чтобы как-то вот структурировать то, что, ту информацию, которую мы имеем здесь, я подумала, что можно разделить на две части ветхозаветные сюжеты и новозаветные сюжеты. Ветхозаветные сюжеты охватывают очень большой период Ветхого Завета, и новозаветные сюжеты охватывают всего 33 года реальной жизни реального человека. Вот, ветхозаветные сюжеты. Я хотела сначала показать их в хронологическом порядке. Ну, как-то концептуально. Мне все-таки хотелось немножко по-другому, поэтому хронологический порядок я немножко отбросила. Но, тем не менее, все-таки самый первый ветхозаветный сюжет это «Изгнание из рая». Вот здесь расположен небольшой пласт работы. То есть, с одной стороны, являясь самостоятельными картинами, с одной стороны, это самостоятельная картина, с другой стороны, ее можно расценивать как эскиз большой работы, эскизу, что вырубает издание из рая. Я тоже видела еще несколько картин из этого сюжета «Изгнание из рая». И все они выполнены вот в таких вот черных, темных тонах. Следующая картина «Сусланы и Стараха». Она относится тоже к этому же времени. И описывается вот этот библейский эпизод в книге пророка Бернинграда. И следующая ветхозаветная картина, которую по логике надо было, о которой надо было по логике говорить о первой, но я ее оставила напоследок, потому что она моя самая любимая. Она там, описывается событие 12 века до нашей эры. Это картина «Сусланы и Стараха». На мой взгляд, это самый душевизбирающий бюджет из детского бюджета. Это очень трогательный, очень печальный, очень длинный бюджет. На этом мы закончили ветхозаветную часть картин, которая в этом зале находится. И новый завет. То, что был такой человек, это совершенно точно доказанный факт. То, что он проповедовал, это совершенно точно доказанный факт. Апокрифы немножко по-разному интерпретируют появление Иисуса и его жизнь. И, собственно, есть документы, которые подтверждают, что он прожил долгую жизнь, имел учеников, учил и был проповедников. Что на самом деле нам сейчас уже не отгадать. Да, собственно, и не будет. Не та задача. Так действуем. Это, опять же, вспомним, в какое время Брусловский жил, сколько ему пришлось повидать и потери, предательства. Вспоминается один такой эпизод. Разговаривали о какой-то художнице, я не помню их фамилию. Ему сказали, ну она же вроде нормальная художница, она же неплохо писала. Ну, что Брусловский посмотрел, сказал, да ну сам она на нас писала. То есть он в полной мере вот этого предательства в своей жизни видел. И может быть и не случайно вот эти вот картины возникают, которые связаны именно вот с окружением, с войной, с предательством. То есть человек не думает об этом, старается не думать, но вот это вот ощущение, оно все равно где-то... И вот это вот бегство. От чего бегство? От вот этой вдушающей советской действительности, где ты даже не можешь рисовать то, что ты хочешь. Но надо сказать, что вот эти картины, которые невозможно было показать ни на одной выставке, с другой стороны, они притягивали к себе самых лучших людей, которые все москвичи, все наши актеры там, боюсь сейчас наврать фамилию, но точно совершенно была Ахмадулина, и актер... А? Смоктуновский. Смоктуновский. И еще... В общем, очень много людей, приезжая в Екатеринбург, обязательно шли к Брусловскому смотреть вот эти картины. И вот эти картины было совершенно достойно и уместно показывать именно этим людям. То есть, была одна культурная жизнь, была другая. Следующий сюжет, две этих картины, это Петр Петух. Одна. Вот расположена автора, Петр Петух. Они открывают нас в Семьи Тайные вечери. По-другому еще этот сюжет называют предательской битвы. Перейдем от всех к большой картины, которые опять нас примут вверх и за вверх. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова